Тотальный контроль или необходимая мера? В России вводят систему технического зрения под названием МАСКа. Благодаря этой системе можно будет отслеживать нарушителей санитарно-эпидемиологического режима. В условиях, когда у нас есть пандемия и наблюдается увеличение числа заболевших, конечно, такой проект должен быть необходимым кнутом. Который стимулирует граждан носить маски, чтобы уберечь друг друга. Мнения людей о необходимости этой системы разделились. Правильно говоря, вынужденная мера, к которой отношусь положительно, то есть в общественных местах это необходимо. Тотальный контроль. Скорее всего, просто заставляет, чтобы было. Но вряд ли это поможет, так как люди все равно находятся вблизи. Маски работают только при соблюдении социальной дистанции. Так что, если это ведут на законодательном уровне, говорить о том, что мы против или за, смысла уже не будет. Потому что закон распространяется на всех. Система поможет контролировать ношение масок и перчаток в тех местах, где есть наибольшая уязвимость для людей. Одними из них станут больницы и государственные учреждения. Также разработают мобильное приложение, чтобы информировать людей, ответственных за соблюдение профилактики. Мы по сотрудникам можем знать, где кто работает. Мы можем дать какую-то неопределенную карту помещения, соотнести ее с углом, под которым видеокамера снимает данное место, и, соответственно, выцеплять конкретного сотрудника. То есть даже, может, узнавать не придется по фотографии. То есть, если в том углу сидит человек, и мы знаем, что вообще в том углу должен сидеть вот этот сотрудник, то, видимо, это он и есть. Эксперты считают, что данная система сможет эффективно работать только в условиях введения штрафов за несоблюдение эпидемиологических норм. В плане посещения граждан, вот если будут штрафы за несоблюдение масочного режима, то это, конечно же, немножко простимулирует людей соблюдать эти правила. Как и, к сожалению, да, но природа такая, что штраф обычно действительно в каком-то виде улучшает ситуацию. Можно параллельно привести ситуацию на дорогу, когда появились камеры. Кристина Надышина, Леонард Валерьяров, Универньюз.